В Питер мы переехали совершенно случайно. Однажды мама гостила у бабушки, то есть у своей мамы, куда в гости приехал из Ленинграда её брат. И нечаянно она что-то заворачивала в ленинградскую газету и увидела там объявление по продаже квартир. Она посмотрела, почитала, изучила ценники. А у нас тоже в Тольятти такие же примерно цены, но чуть-чуть пониже. Подумала-подумала, хорошо бы переехать в Питер, но нет, там прописка нужна, там всё сложно. А её брат ей говорит, никакой прописки уже давно в помине нет, так что если хотите, переезжайте. Ну, мы продали свою двушку в Тольятти. И с приключениями, о которых я тоже буду когда-нибудь рассказывать, переехали в Питер. Здесь мы быстренько приобрели маленькую однокомнатную квартиру на окраине Невского района, на которую нам, кстати, не хватало денег. И мой брат, который уже жил в Англии, прислал нам 70 тысяч рублей, которые нам не доставало. Но нас эта квартира не устраивала, было очень тесно. Мы полтора года протусовались в ней, и это нас подвигло взять ипотеку и приобрести уже полноценную трёхкомнатную квартиру в том же Невском районе. Как нам это удалось? После того, как мы купили свою квартиру в Петербурге, наш риэлтор, видя то, как я чётко веду свои дела, как я чётко работаю с бумагами, что у меня всё всегда под контролем и всё всегда по папочкам, сказала, что у меня отличный потенциал риэлтора и пригласила работать в своё агентство по недвижимости. Но я на тот момент уже работала в Доме народного творчества, и у меня уже была такая постоянная работа по образованию, и, в принципе, там я была заведующей отделом, всё у меня ладилось. И в агентство по недвижимости я стала приходить периодически, в основном на занятия у нас были по средам. Директор нашего отделения проводил занятия, где рассказывал, какие сейчас существуют законы, в общем, всё про квартиры, про недвижимость, про налоги и так далее. Благодаря этим занятиям я была очень сильно подкована, но мне тогда было всего 24 года, и я бы, наверное, на месте клиента также бы думала, что, ну что может эта девочка, как она нам продаст многомиллионную квартиру или купит мне в ипотеку дом. Кроме того, искать клиентов я не умела и не умею. Я была такой зажатой, скованной. И мне подойти к человеку и что-либо спросить на тот момент было вообще нереально. А нам говорили, что мы должны раздавать по 100 визиток в день незнакомцам. Незнакомец для меня это всё. Крыша. То есть у меня всё с документами в порядке, я знаю все законы, но вот найти клиента я не могла. Я провела всего три сделки, какие-то мелкие, и вообще практически ничего не получила, на что мне менеджер сказала, ты неудачница. Ну вот именно эти слова моего менеджера и сыграли дальнейшую роль в отправке меня, моей мамой, в Англию. Сказала, ах, неудачница, езжай-ка ты в Англию к брату. То есть вот так вот она меня отпустила сама и подпихнула ехать в Англию. Я на тот момент вообще даже не думала и не рассчитывала туда уехать. Мне просто нравился Лондон. Я туда ездила как турист уже несколько лет. Ну а так как я очень много знала на законодательном уровне всё про квартиры, всё про недвижимость в Петербурге, эти знания мне помогли взять ипотеку. Я собрала все свои документы и одна из первых на тот момент ипотека только-только зарождалась в России. Одна из первых получила ипотеку. Нам недоставало 600 тысяч рублей. Эти 600 тысяч рублей на 15 лет, на которые нам растянули, вылились в 1,8 млн. Мы ежемесячно платили почти 8 тысяч рублей и практически все 15 лет так и выплачивали её. По-моему, за 13 лет, я когда уже вернулась из Лондона, мы её погасили той суммой, которую я накопила в Лондоне. Мне ещё тогда пришлось писать завещание, так как в случае моей смерти, допустим, квартира, купленная в ипотеку, где не было отцовских вложений, я бы не хотела, чтобы часть этой квартиры досталась отцу. А так как я знала, что в первую очередь наследников это дети, родители, супруги, брат в эту очередь не входил, а брат вложился тогда. И думаю, напишу-ка я завещание на маму и на брата. Мало ли что со мной случится. В 25 лет я написала завещание, представляете? Вообще в Англии это достаточно такая распространённая традиция писать завещание, независимо от того, сколько тебе лет. А у нас, конечно, было страшно. Страшно, что ты написал завещание, и вот завтра можешь умереть. Но пока вот живу, и завещание уже как бы недействительно. Брата нет, отца нет. Мы с мамой остались вдвоём. Очень люблю структурирование. Это моё всё. У меня всё по полочкам, всё по папочкам. Все видеокассеты подписаны. Видео 2000, видео 2001, 123. Всё содержание песенников, всё абсолютно лежит на своих местах. И если какой-то вещи нету на месте, значит, мама наводила порядок. Да, знаете, такое бывает. У тебя лежит вещь на твоём месте, пусть она на виду, там, как-то, что-то. Ты знаешь, что она у тебя именно там. Если её там не оказывается, значит, кто-то её куда-то убрал. А сейчас самый основной момент. Спрашиваю маму, куда ты убрала вот эту вот бумажку. Она говорит, я не помню. И вот что делать дальше? Как? Как найти ту вещь, которая тебе нужна вот сейчас, её нет на месте, мама куда-то убрала, и ты не знаешь куда. Вот такие бывают случаи. Поэтому у меня всё я стараюсь раскладывать по папочкам, и каждая бумажка сразу же идёт туда, где она должна лежать. Так вот, когда я работала в Доме творчества, я там полностью навела порядок. Все мероприятия систематизировала, все договоры у меня были по номерам записаны в специальный реестр. В общем, всё абсолютно привело к общему знаменателю. Потому что, знаете, как обычно у массовиков-затейников, шапка валяется там, договор там, а билеты и афиши там. Я хоть и организатор праздников, но всё-таки у меня всё всегда было на месте. И все, не только я, знали, где найти ту или иную бумажку, ту или иную афишу или тот или иной билет. Не знаю, как сейчас в Доме творчества продолжается ли эта традиция, но я ушла оттуда, потому что очень много было. И бумажные волокиты, очень много дел. Короче, на меня на одну навесили, наверное, столько работы, сколько должны были делать 10 работников. Я просто выдохлась, надорвалась, у меня был нервный срыв, и я ушла оттуда работать в отель. Мини-отелей в Петербурге было очень много. Я не знаю, как сейчас в пандемию наверняка очень многие разорились. Просто обычным администратором на ресепшн в мини-отель. Там, как всегда, естественно, меняются все администраторы, очень большая текучка, но я задержалась там на 3 года. И так как текучки было много, конечно же, ничего не было структурировано. И я вместе с моей сменщицей, которая тоже задержалась там надолго, в принципе, вели этот отель и держали его в кулаке. А так при мне, вот сколько я обучала персонала, наверное, сменилось человек 50 за 3 года. Вообще работа в отеле была очень интересная. И как раз в тот момент я стала читать книги Артура Хейли. Это мой любимый автор. И начала я то ли с аэропорта, то ли как раз таки с отеля. И когда я читала строки про отель, я сидела в отеле и удивлялась, как чётко и досконально он описывает работу отеля, в котором он в принципе не работал. И точно так же было про аэропорт, про машинный завод, про врачей. Он очень хорошо описывает профессии и работу той или иной организации. И я полюбила этого автора и очень люблю его книги. К сожалению, я уже всё прочитала и больше нет. Какие-то перечитываю по второму и по третьему разу. И ещё я очень люблю другого автора Чингиза Айтматова. Первым, что я у него прочитала, это Плаха. Про волчицу, про её нелёгкую жизнь. И вот тут вот, так как я очень люблю собак, во мне просто колыхали все эмоции, когда произошла трагедия. И после этого я начала читать его другие книги очень красиво и эмоционально. Он описывает жизнь и природу. И вот когда я читала Плаху, я понимала, что я никогда в жизни не предам и не обижу зависящего от тебя животного. Ну, вообще никого не обижу. Животных я очень люблю, но у меня больше всего, как вы знаете, лазится с собаками. Кошки были в моём детстве. Они все сбежали. И мы очень боялись. Мы жили тогда на седьмом этаже. У нас постоянно был открытый балкон. И мы очень боялись, что они упадут вниз. Но убегали они через дверь. Ну, знаете, кошки, они все хотят котов. И куда-то убегают. И потом мы их не находим. Видимо, кошки это не наше животное, зато собаки. В шесть лет у меня была первая собака. Это была баллонка. Мама нашла её где-то в поле. Её во время вьюги чуть не замело. Она притащила её домой. И мы были все очень счастливы. Потом у нас было ещё две собаки. Мы с ними уже переехали в Петербург. В Петербурге завели ещё двух собак. Абсолютно все найдены или взяты из приюта. Все они, к сожалению, уже скончались. В возрасте достаточно престарелом. В возрасте 15-16 лет. От того, что они не были старенькие. У них всё болело и всё отказывало. Сейчас у нас челсик. Новая собака. Также из приюта. Мы её все любим. И она у нас очень умная. Ну, про челсик я вам уже рассказывала и показывала очень много. Если кто хочет, смотрите ролики на моём канале. Самым запоминающимся животным в моей жизни был белый кит. Я его встретила в дельфинарии в Крыму. Мы в очередной раз отдыхали на море и пошли в дельфинарии. После представления нам предлагали прокатиться на белом ките или на дельфинах. Ну и я упросила маму прокатиться и на дельфинах, и на белом ките. Дельфины мне не зашли. Они были очень скользкие, гладкие, такие твёрдые. И они так быстро гнали. А я боялась ещё, что с меня лифчик спадёт. Потому что ты вот так вот держишься за их плавник. Они тебя везут. И у тебя всё абсолютно улетает. Я видела, как люди до меня катались на дельфинах. А с белым китом мне очень понравилось. Я когда спрыгнула в бассейн, меня посадили на это достаточно длинное млекопитающее. И оно было такое мягкое, такое как бы плюшевое, что ли. Я даже не могу описать состояние вот этой вот структуры его кожи. И он был такой весёлый и счастливый, что на него кто-то сел. Он на меня ещё так посмотрел. И типа, ну поехали. И так достаточно плавно он меня вёз. Я прямо держалась за него и гладила. Мне было так приятно его просто ощущать. Вот так вот я его рукой гладила. И он такой счастливый. Ура! Поехали! Весёленький такой. Ну я же люблю всех весёлых. В общем, да, эти впечатления мне, наверное, никогда в жизни не забыть. Это было что-то из ряда вон выходящее. Конечно, когда я сейчас понимаю, что животных эксплуатируют, заставляют их там выполнять какие-то трюки, постоянные тренировки, постоянные спектакли, какие-то концерты. И потом ещё и фотографироваться. Конечно, я понимаю тех дельфинов, которые меня просто протащили по бассейну, потому что им они уже устали. Но за кусок рыбы они готовы делать всё. А так бы они просто плавали бы себе мирно и спокойно по морю и наслаждались бы жизнью. Ходила я на фитнес. Я ещё тогда была даже худенькой. Я весила 59 килограмм. Это был 2007 год. Я пошла на фитнес. Тогда было очень модно ходить на фитнес. Да и сейчас модно. Но я с тех пор, как я 3 года там позанималась и набрала ещё 10 килограмм, я решила завязать с фитнесом. Качалась, в качалку ходила, на дорожках бегала. В общем, всё как надо. Всё как доктор прописал. Через год у меня было 10+. Я думаю, и нафига мне этот фитнес? Если у меня мышцы растут, живот не уменьшается, зачем я хожу на фитнес? Но мне нравилось ходить именно, знаете, на какой урок. То есть я походила в качалку там что-то, поделала час. И потом шла с удовольствием. Бежала прямо на боди такой позитив. Нам одна девушка преподавала танец живота. Боже мой! От неё просто пёрло вот этим вот счастьем, вот этим восторгом. Каким-то, знаете, такой настоящий настрой на позитив. И ты идёшь туда не для того, чтобы там танец живота, да, изучить там какие-то движения. Хотя это тоже было красиво, и мне это нравилось. Но я шла конкретно на неё. Если бы кто-то другой преподавал, может быть, я и не ходила. Мне было интересно, мне было увлекательно. Она прямо столько нам энергии отдавала, что ты прямо тебя пёрла после этого ещё неделю. Ну вот раз в неделю я не ходила. То есть мне нравилось танец живота, и вот что-то я там дома танцевала, вам показываю. Ну а так после этого я уехала в Лондон. Там у меня в колледже только был бесплатный фитнес. Ну я говорю, я там экономила. Экономия — это моё всё, благодаря чему я там и выживала. Бесплатный фитнес, да, нам давал час каждый день в колледж, в котором я училась. Ну там как бы ходила просто так для подзарядки. Там, по-моему, на вёслах грибла, на вот этих вот шагах степ-бай-степ делала. И очень сильно разминала хорошо шею, потому что я уже рассказывала, кровати там в Англии у всех очень неудобные, у меня всегда болела шея и спина. Особенно вот в таком нервном режиме, в котором я жила. Мне же надо было детей отвезти, в университет сгонять, там ещё куда-то сходить, продуктов купить, приготовить, нажарить на памяти, детей забрать из школы, и потом уже можно отдыхать. В общем, на всём таком напряжении в основном у меня основные две проблемы были — это время и деньги. Время мне всегда не хватало, поэтому вот я как раз научилась говорить всем «нет», потому что мне некогда, мне надо сделать то, мне надо сделать то или то. Иначе adios, amigos, депортация в Россию. А я хотела жить в Лондоне, поэтому я сделала всё структурировано, шаг за шагом, и экономила на всём, даже на спичках, образно говоря. У нас в Тольятти напротив дома через дорогу был лес, поэтому я, видимо, люблю природу. Я постоянно любовалась им из окна и очень часто сидела на балконе. И так как напротив нашего дома была обводная дорога, там очень часто стояли гаишники, и я за ними постоянно наблюдала. Мне нравилось наблюдать, что они делают, кого они там высматривают, выслеживают, и что они делают дальше, когда они махнут палочкой, а машина не останавливается. Поэтому я гаишников очень люблю, но не тех, которые только и ждут, чтобы взять взятку. У меня было несколько историй с гаишниками. И мой первый опыт, я только-только купила машину и только села за руль. И мы с мамой поехали как раз в аэропорт менять фунты на рубли. Там очень выгодный курс всегда был. И когда я приехала в аэропорт, там как-то так специально знаки были поставлены, что я заехала под кирпич. Причём я заехала, увидела этот кирпич и встала. И когда я уже увидела, что гаишники едут ко мне, а я в принципе-то ещё пока не нарушила, я стала разворачиваться, чтобы уехать оттуда. Но надо было просто выехать задом из-под кирпича, а я под кирпич проехала. В итоге они позвали меня к себе в машину и стали меня мусолить, где я работаю, что я делаю, бла-бла-бла. В общем, говорят, ну, вы сами понимаете, либо вы сейчас платите, либо вы 4 месяца ходите без прав. Лишаем вас прав. Я говорю, ну, лишайте, я только села за руль, я могу ещё 4 месяца походить пешочком. Они думают, блин, что делать-то? Лишать-то прав неохота, хотелось бы мани-мани получить. Они такие, ну что, простим девушку на первый раз. Стоянка в аэропорту это не такое уж серьёзное нарушение. Тем более знак, потом я посмотрела, движение только прямо. Не вот так вот передо мной висело, а вот так вот был повёрнут. Поэтому я и не видела, что движение нужно было только делать туда, а поехала туда. Ну, там специально, наверное, так было сделано. Вот. Но они мне, конечно, показали моё красивое видео, как я под кирпич заехала. А я им говорю, а что я должна была выехать задом? Они, знаете, как прореагировали? Ха-ха-ха. Посмеялись. А реально я должна была просто сдать задом, выехать обратно на ту дорогу и повернуть туда, куда надо было. Ладно, отпустили на первый раз со штрафом 100 рублей. Продолжение следует. Продолжение следует...